США тешат себя рассказами об устаревших Су-57 и прекрасных F-35, отстав от русских на 40 лет. Армии и войны, военное обозрение 11 октября 17-19 США тешат себя рассказами об устаревших Су-57 и прекрасных F-35, отстав от русских на 40 лет. Западный блогер Андрей Раевский о новых вооружениях и новой тактике боя. Андрей Раевский комментарии в просмотрах 5-985. На фото, российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, фото, Сергей Бобылев, ТАСС. Недавний удар хоть и беспилотниками и ракетами по саудовским нефтяным объектам показал миру то, что русские знают уже несколько лет, даже довольно примитивные беспилотники могут представлять реальную угрозу. Продвинутые беспилотники представляют собой серьезную угрозу для любых вооруженных сил, хотя Россия разработала действительно эффективные, в том числе экономически эффективные, что крайне важно, возможности борьбы с беспилотниками. Первое, посмотрим на очень дешевый конец спектра, дроны. Это устройство, которым, по словам одного российского военного эксперта, требуется процессор приблизительно 486. CPU, около 1 мегабайта ОЗУ, 1 гигабайт пространства на жестком диске и некоторые, теперь очень дешевые, датчики для захвата сигналов от GPS. США, российского ГЛОНАСС или обоих, называется ГНСС. Фактически, хорошие террористы в Сирии, финансируемые, поддерживаемые и обучаемые осью добра, США-кса-израиль, годами нападали на российскую базу в Хмимиме полчащими таких беспилотников. По словам командира из ПВО, Хмимима беспилотников были сбиты или выведены из строя российскими ПВО всего за последние два года. Очевидно, русские знают то, чего не знают ось добра. Читайте также. Американцы испугались самолета Путина Ту-214. Он в небе Америки Вашингтон разрушил ДРСМД, на очереди СВН-3, сейчас готов закрыть программу «Открытое небо». Самая большая проблема – ракетные системы не надо использовать против дронов. Некоторые самопровозглашенные специалисты задаются вопросом, почему ракеты «Патриот» не сбивали дроны Хути. Задает неверный вопрос, потому что ракеты совершенно неэффективны против атакующих дронов. И, на этот раз, речь идет не о низкой результативности противоракетного комплекса «Патриот». Даже российский АЭС-400 не подходит для использования по отдельным дронам или роем дронов. Почему? Из-за следующих характеристик дронов. 1. Они, как правило, маленькие, с особо малозаметные, чрезвычайно легкие и состоят из материалов, которые минимально отражают радиолокационные сигналы. 2. Они очень медленные, что не облегчает их сбивание, но намного усложняет, в частности, потому, что большинство радаров предназначены для отслеживания и поражения очень быстрых целей, самолетов, баллистических ракет и т.д. 3. Они могут летать чрезвычайно низко, что позволяет им прятаться, даже ниже, чем крылатым ракетам, летящих на бреющем полете. 3. Они чрезвычайно дешевы, поэтому тратят ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов на дроны стоимостью от 10 до 20 долларов, или даже, скажем, 30 в опросительный знак 000 долларов для самого высокого класса, не имеет никакого смысла. 4. Они могут приблизиться роями в огромных количествах, намного больших, чем то количество ракет, которые может выпустить батарея. Из вышесказанного очевидно, каким образом дроны должны быть задействованы, либо с помощью противосамолетных пушек, либо с помощью систем РЭП. Теоретически, их также можно уничтожать лазерами, но это потребует много энергии, поэтому использование лазеров по дешевым дронам возможно, но не оптимально. 5. Так уж сложилось, что у русских есть и то, и другое отсюда и их успех в ХМИМИМИ. 6. Одним из идеальных средств борьбы с дронами будет грозный панцирь, который сочетает в себе многоканальное обнаружение и слежение, аптоэлектроника, радар, ИК, визуальные, сторонние каналы данных и Т. 6. И мощную пушку. А что еще лучше, панцирь также имеет мощные ракеты средней дальности, которые могут поражать цели, поддерживающие атаку дронов. Другой, не менее грозной системой борьбы с дронами будут различные российские системы РЭП, развернутые в Сирии. Почему они так эффективны? Посмотрим на основные слабости дронов. Во-первых, дроны либо управляются дистанционно, либо имеют бортовые навигационные системы. Очевидно, что, как и любой сигнал, сигнал дистанционного управления может быть заблокирован, и поскольку глушители, как правило, находятся ближе к намеченной цели, чем станции АДУ, им легче создать намного более сильный сигнал, поскольку сила сигнала уменьшается в соответствии с так называемым закон обратных квадратов. Таким образом, с точки зрения мощности излучения, даже мощный сигнал, передаваемый издалека, может проиграть меньшему, более слабому сигналу, если тут ближе к дрону, то есть около намеченной цели вдоль вероятной оси атаки. Конечно, теоретически можно было бы использовать все виды причудливых техник, чтобы попытаться избежать этого, например, скачкообразное изменение частоты Т. Да, но это очень быстро и резко увеличивает вес и стоимость дрона. Нужно также учитывать, что чем сильнее сигнал от дрона, тем больше и тяжелее должны быть бортовые силовые элементы, и тем тяжелее дрон. Во-вторых, некоторые дроны используют спутниковые сигналы GPS-slash GLONASS, или инерциальное наведение. Проблема номер вопросительный знак 1, спутниковые сигналы можно подделать. Проблема номер вопросительный знак 2, инерциальное наведение является либо не столь точным, либо, опять же, утяжеляет и удорожает дрон. Некоторые очень дорогие передовые крылатые ракеты используют Tercom, Terrain Contmatching, отслеживание контура местности СД, но это слишком дорого для легких и дешевых дронов, такие передовые крылатые ракеты и их пусковые установки это именно то, для противодействия чему были разработаны С-3400, по крайней мере, в финансовом смысле. Существуют еще более причудливые и чрезвычайно дорогие технологии наведения крылатых ракет, но они просто неприменимы к такому вооружению, как дрон, самым большим преимуществом которого является простая технология и низкая стоимость. Правда заключается в том, что даже такой не технарь, как я, может построить дрон, заказав все детали в интернет-магазинов. Такой дрон будет довольно эффективен для того, скажем, чтобы сбросить ручную гранату или что-то другое взрывоопасное на вражескую позицию. Кто-то с инженерным образованием мог бы легко создать дроны, которые хорошие террористы использовали против русских в Сирии. Запад все еще надеется запугать Россию и добиться тупой покорности испанский министр, назвавший нашу страну врагом Европы, возглавит дипломатию ЕС. Второе, посмотрим на самый высокий уровень, самолеты пятого поколения и БПЛ-5 вопросительный знак 6 го поколений. Хотя кое-кто в Индии и заявил, по политическим причинам и в угоду США, что Су-57 не является действительно самолетом пятого поколения, под тем предлогом, что первые были развернуты с двигателями четвертого поколения и потому, что у Су-57 нет такой же универсальной эффективной площади отражения, как у Ф-22. Сейчас в России и Китае спор идет о том, является ли Су-57 действительно самолетом пятого поколения или на самом деле поколение 5+, или даже шестого. Почему? Прежде всего, слухи, исходящие из КБ Сухого и от российских военных, заключаются в том, что пилот в Су-57 действительно является одним из вариантов. А это означает, что Су-57 с самого начала разрабатывался так, чтобы работать вообще без пилота. Я лично считаю, что Су-57 имеет чрезвычайно модульную конструкцию, которая пока требует пилота человека, и что первая партия С-57, вероятно, будет не единственной, и что была встроена возможность удалить пилота человека, который будет заменен на ряд усовершенствованных систем, и что в будущем русские будут развертывать беспилотный Су-57. Эти дела про третьи, четвертые, пятые, а теперь даже шестые поколения, на мой вкус, слишком нечетки. Поэтому я предпочитаю избегать этих категорий и не вижу смысла останавливаться на них. Важно то, что могут делать системы вооружений, а не то, как мы их определяем, особенно для такой нетехнической статьи, как эта. МиГ-29 и Су-35 берут реванш, Россия отбирает индийское небо у США и Франции в деле готовы закупить российский истребитель вместо Рафаэл. Что может делать Су-57 при полете вместе с С-70? Ну, хотя бы то, что, поскольку С-70 имеет более низкое поперечное сечение, чем Су-57, согласно российским источникам, то Су-57 использует ЭКС-70 как средство дальнего проникновения в зону действия ПВО, которому поручено собирать разведывательные сигналы и ретранслировать их на Су-57. Но это еще не все. Су-57 также может использовать С-70 для атаки наземных целей, включая подавление вражеской ПВО, и даже выполнять воздушные атаки. Здесь огромная скорость и максимальная 6-тонная максимальная нагрузка С-70 предлагают действительно огромные возможности, включая развертывание тяжелых российских средств классов воздух-воздух, воздух-земля и воздух-корабль. Некоторые российские аналитики предположили, что для работы с С-70 и Су-57 должен быть преобразован в двухместный с оператором-наводчиком, эксплуатирующим С-70 с заднего сидения. Ну, пока этого никто не знает, поскольку все это все совершенно секретно, но я думаю, что эта идея противоречит философии Сухого, которая заключается в максимальном сокращении рабочей нагрузки пилота. Правда, у грозного МИГ-31, даже у нового МИГ-31БМ, есть оператор-наводчик, но философия конструкторского бюро МИГ часто очень отличается от того, что развивают люди в Сухом, и, кроме того, между МИГ-31 и Су-57 стоят 40 лет. Мое личное предположение состоит в том, что операции С-70 будут в основном полностью автоматизированы и даже распределены по сети, соединяющие все интегрированные системы противовоздушной и воздушной обороны. Если эти строки читает какой-нибудь инженер, то я буду признателен за любые комментарии или исправления. В конце концов, это всего лишь моя лучшая догадка. Вездесущая банда троллей, вероятно, будет возражать, утверждая, что российская компьютерная микроэлектронная индустрия настолько отстает от якобы намного превосходящей ее западной полупроводниковой электроники, что это все ерунда, что внутри С-70 сидел человек, что эта штука не летает, что Су-57 самолет четвертого поколения, значительно уступающий поразительно превосходному F-22-F-35, и все остальное. Специально для них я хочу напомнить всем, что Россия была первой страной, которая развернула радар из бортовой фазированной антенной решетки на своих МиГ-31, которые, при загрузке, были способны обмениваться данными о целях с помощью зашифрованных каналов связи с четырьмя, другими самолетами, сохраняющими режим режим электромактной тишины, используя свою оптоэлектронику и передавая эти данные обратно. Кроме того, эти МиГ-31 могли также обмениваться данными с бортовыми, ЭВАКС, иноземными, СЭМ, радарами. И это было в начале 1980-х, почти 40 лет назад. Правда состоит в том, что советские вооруженные силы развернули множество ситицентрических систем задолго до Запада, особенно в советских военно-воздушных силах и на флоте, в то время как советские сухопутные войска первыми использовали так называемые разведывательно-ударные комплексы, рук, которые во времена Холодной войны были кошмаром для НАТО. В настоящее время все, что нам нужно сделать, это разобраться с жалобами НАТО на российские возможности по ограничению и воспрещению доступа и маневра, чтобы убедиться, что русские по-прежнему разрабатывают передовые военно-технические средства, о которых Запад может только мечтать. Теперь вернемся к недавней критике Су-57 так как насчет того, что у Су-50 есть менее то очень низким попереченным сечением. А что если Су-57 никогда и не предназначался для того, чтобы возглавить проникновение в современные интегрированные системы ПВО? Что, если с самого первого дня конструкторы Сухого были предупреждены своими коллегами из Алма-Сантея, новатора, Крет, или даже от добрых ребят из АСНАЗа, Сайджин Сигнал Интеллигенс, Важно помнить, что новые технологические возможности также создают новую тактику. Кстати, западные аналитики это понимают, отсюда и новые сетевые возможности. F-35. Это особенно верно, так как F-35 будет пафосным истребителем, в то время как Су-57 вполне может быть самым способным из них. Знаете ли вы, что у Су-57, помимо основного, несколько радаров, что они охватывают разные полосы, что они дают Су-57-360 градусный обзор поля боя, даже без использования сигналов от радаров С-70, АВАКС или наземных ЗРК? И наконец, дело о контейнере-невидимке. Вспомните крылатую ракету «Калибр», недавно замеченную в войне в Сирии. Знаете ли вы, что ею можно выстрелить из обычного коммерческого контейнера, подобного тому, который вы найдете на грузовиках, поездах или судах? Просто помните, что «Калибр» имеет дальность от 50 до 4000 километров и может нести ядерную боеголовку. Насколько трудно было бы России разместить эти крылатые ракеты прямо у побережья США на обычных контейнеровозах? Или просто оставить несколько контейнеров на Кубе или в Венесуэле? Эта система настолько необнаружима, что русские могут развернуть ее у побережья Австралии, чтобы поразить станцию Анквалис-Спрингс, если они этого захотят, и никто даже не увидит, что это произойдет. Фактически, русские могли бы развернуть такую систему на любом гражданском торговом судне, плавающем под любым мыслимым флагом, и разместить его не только где-нибудь за пределами береговой линии США, но даже в американском порту, поскольку большинство контейнеров вообще никогда не проверяют, а когда их проверяют, то, как правило, в поисках наркотиков или контрабанды. Как только мы это осознаем, то станет ясно, что вся эта паника вокруг русских подводных лодок у побережья Флориды – глупость, не так ли? Теперь посмотрим на некоторые очень интересные недавние кадры недавних маневров в России. Вот, что человек, который разместил это видео, Макс Фишер, вот его канал, написал об этой системе береговой обороны, очень хорошо объясняя это. Впервые во время тактических учений тактической группировки Северного флота, несущей боевое дежурство на острове Котельный, была применена береговая ракетная система «Бастион». БРК удалось запустить сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Оникс» по морской цели, расположенной на удалении более чем в 60 километрах в море Лаптевых, что подтвердило ее готовность эффективно выполнять боевые задачи в Арктике и выполнять задачи по защите островной зоны российского побережья. Украинские нацисты подняли бунт против Зеленского, чтобы сорвать мир в Донбассе. Тема предательской формулы Штайнмайера привела к столкновениям. А теперь позвольте мне спросить вас, как вы думаете, насколько трудно было бы России разработать систему береговой обороны в версии контейнерного размера, используя технологии, используемые в ракетных системах «Бастион»? Яхант слеш. Брамерс. С тех пор, как англосионисты отказались от договора о ядерных силах средней дальности, русские уже разработали наземную версию своей ракеты «Калибр», которую готовы развернуть сразу же, как только США развернут любую такую ракету в Европе. Дело в том, что Россия усовершенствовала целое семейство баллистических и крылатых ракет, которые могут быть полностью скрыты от обнаружений и которые могут быть развернуты буквально в любой точке планеты. Даже с ядерными боеголовками. Эти средства полностью меняют все предыдущие стратегии устрашения, сдерживания США, которые все еще наполовину застряли в холодной войне и наполовину в операциях малоинтенсивности, по борьбе с повстанцами. Как они делали это? Безуспешно. В Афганистане, Ираке, Сирии, Емине, Ливии, а также в Латинской Америке и Африке. В свете вышеуказанного, что вы думаете об устойчивом потоке кораблей НАТО, дислоцированных в Черном море, чтобы устрашать Россию. Если вы находите это совершенно самоубийственным, то я согласен. Фактически, все эти корабли позволяют россиянам обучать свои экипажи на реальной штуковине. Но если дело когда-нибудь дойдет до горячей войны, то продолжительность жизни любого и каждого корабля НАТО в Черном море будет измеряться минутами. Буквально. Теперь подумаем об Иране. Как я говорил много-много раз, Россия не вступит в полномасштабную войну против объединенных сил оси добра в интересах Ирана, или любой другой страны на планете. Но Россия может сильно надоесть оси добра, и она может продать Ирану любую ракету, которую иранцы захотят приобрести. В прошлом я часто писал, что реальным признаком того, что Иран собирается подвергнуться нападению, будет не присутствие кораблей ВМС США в Армузском проливе или вдоль Иранского побережья, а обратное – уход всех кораблей из самого пролива и тщательное передислоцирование основной массы кораблей ВМС США под зонтик ПВО США, базирующийся на море и суши. Я могу только представить себе кошмар Центкома, если Иран начнет приобретать хотя бы небольшое количество ракет «Бастион», «Калибр», «Яхант» или «Брамоус». Вывод. У страны оси добра большие-большие проблемы. США и Израиль обладают огромными технологическими возможностями, и в обычное время американские специалисты могут постепенно развертывать системы, способные противостоять тем средствам, не только российским, которые мы сейчас видим, развернутыми в различных зонах операций. Денег наверняка достаточно, учитывая, что одни США тратят на продвижение добра больше, чем остальная часть планеты вместе взятая. Так в чем же проблема? Говоря по-простому, Конгресс США, который вполне может быть самым коррумпированным парламентом на планете, 1. Истерически размахивает флагами, объявляет скептиков неамериканцами и 2. Создает миллиарды для правящей номенклатуры США. Таким образом, для американских политиков в буквальном смысле невозможно представить себе и признать, что сияющий город на холме и его лучшие вооруженные силы в истории стремительно отстают от врагов, которых американская пропаганда на протяжении десятилетия называла примитивными и нишами. В конце концов, общественность США может задаться вопросом, почему все эти многомиллиардные игрушки, которые американский ВПК производил в последние десятилетия, не принесли ни единого успеха, не говоря уже о значимой победе. Трамп в своей предвыборной кампании пытался доказать это. И был немедленно атакован демократами за то, что не поддерживал лучшие вооруженные силы в истории. После этого он быстро изменил свою мелодию. Теперь даже вооружения, которых у США еще нет, лучше, чем те, которые уже испытывались и, возможно, использовались Россией. Такой подход к военным вопросам в стиле чувствовать себя хорошо очень приятный, теплый и мягкий, Но он, конечно, не позволяет определить нынешнюю, и уж тем более, будущие угрозы. Кроме того, конечно, существует проблема денег. США за свою недолгую историю развернули несколько систем оружия технологическо-абсолютно мирового класса. Мои любимые, Willis MBM, также известны как, Cheap и Превосходный F-16. Но есть много, много других. Проблема с ними, по крайней мере, с точки зрения номенклатуры США, заключается в том, что они были предназначены для войны, для многих и очень разных реальных полей сражений. США 50 лет превращают климат в оружие и не верят в сказки о его сохранении для сильных мира. Сего все призывы о сохранении природы наивных детей всего лишь бизнес. С точки зрения номенклатуры США, F-35 потрясающий, удивительный, успешный, а не высокотехнологичный летающий кирпич. Стоимость этой системы не является доказательством некомпетентности американских инженеров или невежества американских военных аналитиков. Скорее, эти расходы являются доказательством совокупного воздействия бесконечной жадности и самовосхваления правящего класса США. Грустно, но один из лучших способов выучить важные уроки – это болезненное или катастрофическое поражение. Сегодняшняя Россия не была бы возможна без ужасов демократического правления Ельцина в 1990-х годах. Подумайте об этом, во время Первой Чеченской войны русским было трудно даже найти один полный боеспособный полк, и вместо этого им пришлось использовать сводные батальоны. Вероятно, так же произойдет с США. Автор, Андрей Раевский, публикуется под псевдоним «Дешейка». Широко известный на Западе блогер. Родился в Г. Цюрих, Швейцария. Отец – голландец, мать – русская. Служил аналитиком в Вооруженных силах Швейцарии в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде, США. Публикуется с разрешения автора и издателя. Перевод Сергея Духанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова